Продолжение следует... Как тебе... Какие у тебя планы на сегодняшний рабочий там или учебный день. Может быть ты смотришь уже после работы и учебы. Естественно, не забывай ставить пальцы вверх и подписываться на канал. А мы с тобой продолжаем. Продолжаем бродить по этому дому, собственно. Почему бы и нет. Ну, закрой ты ее нахер. Так, Барбара, Барбара. Барбара, собственно, кончилась. В 16 лет, 44-го года рождения, 60-го года... Ну, с 44-го по 60-й, короче, она прожила. Так, 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 так. Что тут у нас есть? Сюда мы больше не пройдем. Но мы пройдем с тобой сейчас к музыкальной шкатулке, о которой нам говорилось в прошлой серии. То есть в этой музыкальной шкат... Подожди, она тут, нет? Она вряд ли, конечно, тут. Давай посмотрим на всякий случай, чтобы не возвращаться просто. Я не особо... Нет, это не шкатулка. Это не шкатулка. Ну, погнали. Вроде бы тут мы все уже... В этой комнате Барбары мы уже все облакали. Похоже, теперь я знаю, почему маме не нравилось, когда я играла с этой музыкальной шкатулкой. Да-да-да-да-да-да. Похоже на то. Так, нам, видимо, вниз. Если буквы нас отправляют вниз, значит нам вниз. Логично. Забавно, что я столько раз играл с этой музыкальной шкатулкой, но не находил ключа от подвала. Наверное, это может быть, конечно, и забавно. Давай внизу посмотрим. Где-то мы с тобой на одну музыкальную шкатулку натыкались. А что тут не видно-то нихрена? Вот она, да? Да-да-да-да-да-да-да. Барбара как раз. Давай крутить. Сейчас мы найдем ухо. Не нашли мы ухо. А вот и ключ. Вот и ключ от подвала. А это подвал, да? Ну, прям все как по комиксу, смотри. Пойдем дальше. Пойдем дальше смотреть, что тут у нас. Люблю, кстати, музыкальные шкатулки. Музыкальные шкатулки это прям песня. Это что-то. Настолько прикольно. Все вот эти механические штуки. Это настолько интересно, настолько здорово. Мама говорила, что подвал это запретная территория. Я ведь не хочу уколов от столбняка. Логично. Столбняк это беда. Это дело... Нет. Не... Я думала, что она прятала там подарки. Ну, давай. Оказывается, там скрывалось нечто большее. Погоди, стой. Да я сначала посмотрю все. Ну, что это за игра-то? А, ну, я, видимо, тут уже больше ничего не посмотрю. Как-то темно. Бля, главное, чтобы не было никаких скримаков. У меня все вообще ни хера не видно. Ну, наверное, как и в реальном подвале, да? О. Помню, однажды я спросила маму, куда делся Уолтер. Она ответила, что после смерти Барбары он решил уйти очень-очень далеко. А, ну, это у них как обычно. Это... Если у этих историй есть что-то общее. Короче, в те годы, ну, это уже послевоенные годы, все были помешаны на начале Третьей мировой войны, если кто не в курсе. И в Америке было очень много бункеров сделано. Я не знаю, как он... Ну, у нас на производствах, знаю точно, даже бывало в подобных бункерах. Думаю, что... Думаю, оно в том, что никто из нас далеко не ушел. А, это она про общее. Если, говорит, у этих историй есть что-то общее, думаю, оно в том, что никто из нас далеко-то и не ушел, собственно. Вот. Но в Америке было прямо-то вплоть до частных домов. Частные дома, бункера. Опять, смотри, опять паровоз. Ну, это может быть не паровоз, а там электровоз какой-то. Я в них не особо понимаю. Но это явно голова состава. Клеевой пистолет, железная дорога, краски. Тут кто-то занимался прям вот моделизмом. Паяльник, тиски, кисточка. Что тут еще есть? Ну, видимо, какие-то отвертки, еще кисточки и так далее, и так далее, и так далее. Так, подождите. Что это шипит? Прежде всего, что шипит, я не могу понять. Это радио, да? Наверное, это все-таки радио. Еще одна моделька локомотива. Картина поставлена так, чтобы тебе в бункере не было совсем хреново. Потому что, ну, как бы, понимая, что ты под землей, тоже с ума сойдешь. С ума сойдешь на... Волтер 952-2005. Прощайте, поверить не могу, что я пробовал тут 30 лет. В тот первый день, когда началось чего-то там, опять нихрена. Вот они не дают прочитать по-нормальному. Когда началась тряска, я сомневался, что протяну хотя бы неделю. Ты, подожди, хочешь сказать то, что это такое? О. Оп. А у меня такой нож есть. Но через несколько дней я вошел что-то куда-то там. И это помогло мне сберечь рассудок. Я вошел, я не понял, честно. Что-то режим, жизнь по расписанию. Я все время осознавал, что до завтра могу и не дожить. Опять жрем, да? А, опять тряска. Но если ждешь достаточно долго, то ко всему привыкаешь. А что за тряска-то? 76-й год. Что там? Землетрясения что-то какие-то? Почему он там прожил очень много? Даже монстр по ту сторону двери становится привычным. Чуть ли не родным. Это какие-то, видимо, персики или что это он жрет там? Вообще это похоже на... Не знаю. Наверное, это персики. Но однажды... Все просто... Прекратилось. А, и тряски нету, смотри. Чем бы это ни было, оно исчезло. Может, оно устало ждать? Или это я устал бояться? Прошла уже неделя. Самая долгая за все 30 лет. 2005-й год. Охренеть! Ты че, с ума что ли сошел? Ты тут просто так сидел? Мне нужно было выбираться, пока могу. Ну, давай выбираться. Ух, и ни хрена себе. Еще ниже, ниже и ниже. Ниже и ниже и ниже и ниже. Тут что? Тут тоннель. Это что такое? Хрена знает, что это такое. Томатный кетчуп. Я знаю, что оно где-то там. Что оно? То, что убило Барбару. А, вот че оно. Спасибо, игра. И Молли. И Кельвина. Ну, или Кельвина. Я его буду Кельвина называть. Может быть, это все просто ошибка? Но хватит снова и снова повторять один и тот же день. Даже если это меня убьет. Ну, логично предположить. Чтобы не ожидало меня там, хочу, чтобы вы знали. Я готов. Я буду благодарен за все. Особенно за еду. Я согласен на что угодно. Даже если у меня впереди всего один год. Или месяц. Или всего неделя. А может быть день. А может быть час. А может секунда. Я чувствую, что лицом на светит солнце. На поиск нарывается. А как он вообще на пути-то пришел? Вообще, кто это такой? Почему он там сидел? Что было в 76-м году? Ну, может быть, какие-то только землетрясения. Ну, не 30 же лет. Не 30 лет. Это же дурь какая-то. Волтер умер, когда мне было 6. Не могу поверить, что мама так и не сказала мне, что он жил тут, внизу. Хорошо. Про Волтера мы узнали. Про Волтера мы узнали. Я уверена, что моя мама пыталась защитить меня. Конечно, мама хотела просто меня уберечь. Ну, это какое-то, я не знаю, знаешь, это сродни какому-то такому фамильному проклятию, что ли. Ну, блин, ну все умирают. Все умирают. Тут надо, наверное... Ну, игра такая. Игра на самом деле очень-очень-очень... Возможно, она боялась, что я кончу как Волтер. Она заставляет действительно задуматься обо всем этом деле. Вот насколько бы... Но если она так и не рассказала мне о дядюшке, жившем под нашим домом, то... Я могу только представить, что она еще от меня скрывала. Ну, логично. Так, это Мусор. Да, подождите. Я хочу... Я не хочу повторять ее ошибки. Но, естественно, она хочет узнать и пытаться похоронить то, что еще живет. Вот. Насколько бы прям... Многие не считали, что игры это совсем-совсем детские забавы, это действительно не так. Вот даже вот, судя по этой игре. Сейчас, когда она осталась одна... А, сейчас, когда осталась одна я, точнее мы вдвоем. Я думала, что мне пора услышать... Услышать все эти истории. И понять, что случилось с каждым. Но теперь я боюсь, что именно эти истории и были проблемой. Может, мы слишком поверили в семейное проклятие? И сами сделали его правдой? Ну, вот, кстати, да. А там, смотри, там что-то моргает. Даже не знаю, стоило ли мне все это дело... Все это... Все это записывать. Все это дело записывать. Уже все. Я говорю, я просто подустал немного это писать, действительно. Может, это лучше, если все это просто умерло с мной. Может, этому лучше умереть вместе со мной? Но как бы, вот тоже, не совсем... Но я подумала, что тебе следует знать о своей семье. Кому тебе? А, она с животом, да? Да, она с животом. Вот оно что. Блин, только на какую? На третью серию я понял то, что она беременна. Ну, она же беременна, наверное, да? Или нет? Это же не просто так пузо прорисовали. Ведь ты тоже часть этих историй. Куда ты идешь, что? Мне ж туда надо, наверное. Хотя, если честно, я растерянна не меньше, чем ты сейчас. Вот так. Правдивы ли они? Правдивы ли они? Ну, что, или нет? Думаю, герои этих чего-то там... Блин. Неправильно. Я все неправильно читаю. Все убого читаю. Убого. Нельзя так читать. Но я надеюсь, что ты читаешь вместе со мной, и тебе это особо не помешает. Я как бы основную идею понимаю, что она хочет донести, и все. А весь текст не читаю почему-то. Не знаю почему. Не знаю почему, вот первый раз за собой такое заметил. Обычно такого не бывает. Обычно читаем слово в слово же. Когда смотришь на дом... Но это сочетание воображения, упрямства и безумия. Поверишь во что угодно. Ну, собственно, да. Дом-то тут тот еще, на самом деле. То еще счастье. Так. Видимо, смерть так долго окружала нас, что мы к ней просто привыкли. Может, ты лампу возьмешь? Давай возьмем лампу. С лампой повеселее, поприятней. Что за семья, если кладбище она закладывает раньше, чем начинает строить дом? А это мы сейчас на кладбище идем на семейное, да? Мне стыдно в этом признаваться, но... Я особо не любил на кладбище. На кладбище домашних питомцев мне стало еще неуютнее, чем там, где были похоронены люди. Среди хомячков три были моими, два из них погибли по моей вине. А-а-а. Дэйзи, Люси, Чарли, Таккер, Коко, Зои. Обалдеть, сколько у вас животных-то было? Ну, это, наверное, так же, как и у Оливера, Боб, Шадоу, кого-то только нету, Кристофер, Байлик. Свен строил дом, а вот кладбищем занималась Эдди. А, вот это уже, типа, семейное кладбище, да? Это Барбара, ну да, вот со звездой. Вот Уолтер, вот Эдди, вот Свен, вот Кельвин и Молли, собственно. А это кто? Уверена, что памятник Одину был идеей Эдди. Моя мама всегда стремилась уехать, но Эдди никогда бы не рассталась с прошлым. Простите. В конце концов, оно выглядывало из-под воды в каждом отливе. А, при каждом отливе. А, это корабль, смотри, я понял. Да, 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 это тот корабль, на котором мы, типа, змеей ползали. Вот они, наверное, сюда и лезли, да? Логично предположить? Что такое? А, вот. Эдди говорила, что она мечтала о старом доме каждую ночь. А, ну это тот, собственно, дом, который они перевозили, да? Оно, наверное, так и есть. Ну, видимо, хорошо. Ладно, я понял. Да, слушай. Мне всегда было проще понять точку зрения Эдди. Но чем старше я становилась, тем яснее было, почему мама была другой. Сэм Финч. Ее отец был достаточно строг, но это не помогло ему уберечь двух ее братьев. Грегори. Гас какой-то, Финч. Гас тоже есть, видимо, имя, да? Льюис Финч. Она потеряла двух братьев, как и я, и не ясно, почему она так отчаянно пыталась нас защитить. Милтон Финч. Тело Милтона так и не нашли, поэтому мама настояла на том, что здесь будет памятник, а не надгробный камень. Какая грустная игруха, слушай. Теперь у меня столько вопросов. Жаль, что я не смогу их задать маме. Часть меня подозревает, что именно этого она хотела. Чтобы однажды я вернулась сюда. И сама бы обо всем узнала. Очень грустная игра. Очень грустная игра, и она от этого прям прикольная-прикольная. Впрочем, оглядываясь назад... Если бы она предупредила, что... Что придется что-то так часто карабкаться наверх. Я бы никогда не решилась на 22-й неделе беременности. Но я же говорю, вот оно. Не просто так пузо придумали. Так, только тихо. Смотри, не упади никуда мне тут. Давай потихоньку. Вот так. Но тут-то забраться же... А, ну вон лестница есть. Везде есть лестница. Везде... Ну, такой дом, знаешь, тоже интересный. Никогда таких не видел. Никогда... Я никогда не видела дедушку Сэма. Но думаю, что у него и моей мамы было много общего. Они оба были неспокойными. Но он еще, видимо, был охотником, естественно. И, скорее всего, каким-нибудь милитаристом, типа того. Это что? Сэм, подожди, стой. Да, я сначала все посмотрю. Может быть, тут еще что-то есть. Может быть, тут что-то еще есть. Но вроде бы нету. Вроде бы нету. Это что такое? Айрлайн тикет. Кэй Финч. Не знаю. Это шмотки. Это где-то какого-то другого. Мы вообще-то в комнату Сэма пришли. А он еще, наверное, был и фотографом, да? Это же свет. Скорее всего, свет. Вместо того, чтобы прятаться от смерти, Сэм, похоже, решил пойти и навстречу. Да? А куда он решил? Ну, давай, давай читать. Давай посмотрим, что там. Ну, да. Да, 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 да. Все, как я и предполагал. Да, мы поехали. Оп. Смотри как. Оп. Это его фотографии. Он, видимо, любил фотографировать, да? Наверное. Или он всех просто фотографировал? Дон, обещаю тебе незабываемые выходные. Да, сэр. О, да, конечно. Такое запоминается на всю жизнь. А мне обязательно стрелять? Это ведь охота. На охоте принято стрелять. А на что смотреть-то? Чего? А с кем она говорит? Что-то не пойму. А мне надо... Папа, ну еще так рано. А, вот, сфотографировать, наверное, надо, да? Отлично. Дождь что, будет лить все выходные? Один Финч Трейл Мап. Во как. У него прям своя карта была. Смотри, чё. Да, уж, пап, выходные прям незабываемые. Не расписай. Отлично, снято. Пойду еще пощелку, пойду пощелку, ладно? Только осторожно, этот фотоаппарат старше тебя. А куда ты идешь щелкать, погоди? А тут, ну что, не стоило мне пить столько кофе? А, вот что мы фотографируем, понял. Сувенир на память. Я имею в виду, я ведь не всегда буду рядом, но... Запоминай все это, учись, пока есть возможность. Пап, да со мной все будет в порядке. Я ж чё серьезно говорю? Я знаю, папа, ты всегда серьезен. Неужели ты даже здесь не можешь успокоиться? Сказать по правде, я тут лет 20... Я тут уже был лет 20 назад. Так, давай фотографировать. Дон, может, подфотографируешь что-нибудь поинтереснее? А что тут еще интереснее? Давай кружку спорим. Последний раз с моим братом Кельвином. Ну или Кельвином. Чудесный был поход. Да, наверное. Твой дедушка свой научился у нас рыбачить и разводить костер. Ой, учил нас рыбачить и разводить костер. Мы нашли старую звериную тропу. Там были стада оленей. Я не знаю, чё ещё фотографируют. Не стоит тратить пленку на меня. А что ещё фотографируют? Тут фотографировать-то нечего. Какая-то хорина. Папа, ты глаза ставь, Дон. Так? Блядь, не то. Что ещё можно сфотографировать тут? Можно как-то это всё? Не могу поймать. Не могу поймать фокус я. Где-то мы уже фотографировали, да? Может так? Может так? Что сфотографировать? Он мне сказал вообще, что фотографировать надо или нет? Или я тут так и буду? Сейчас каждый сантиметр фотографирую. Что за дурь? Есть что-нибудь на той стороне? Давай вот этот сфотографируем. Я не знаю, куда смотреть. Давай всё отфотаем нахер. Давай рыбу сфотаем. Давай я не знаю, что это. Какие-то ранцы. Ну, короче, приблуду. Не пойму. Не пойму, ребят. Вообще вот не понимаю. Но, судя по всему, надо птицу спит. Оленя. Конечно же оленя, да? Погони, не стреляй. Дай я тебе щёлку. Где олень-то? Подожди, я его не вижу. Он мне, наверное, сказал, но я не успел, естественно, прочитать, как всегда. Во. Пап, я... Да шерова. Но ни о чём не думай. Только о цели. Постой, я помогу. А я должна это сделать? Дон, ты ничего не должна. Но если хочешь научиться, нужно быть сильным. Теперь приготовься. Локти вниз. Вспомни, как мы тренировались. И когда будешь готова... Ну, конечно. Грой шаг, Дон. Вот это выстрел, Дон. Что такое? Я горжусь тобой, Дон. Не забывай об этом, хорошо? А, простите. Бежим, 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 бежим. Я думаю, что это такое? Чё жужжит-то? А это счётчик оказывается. Прости, Дон. Просто хочу сбросить таймер. Давай, поехали. Я понял. Побежали, побежали, побежали. Я думал, он селфи делает. Ну, в те годы, хрен его знает. Чё там? Папа, он шевелится. Кажется, он всё ещё... Это нормально, Дон. Просто смотри, в объективе. На тебе. Видал как? Вот так вот. Вот такая вот охота тоже бывает. Нечего просто так зверей бить. Ну, может, они, конечно, ради кормёжки это делали. Не знаю. Не могу сказать. Но вот так вот папа, собственно, и Сэм и кончился. Из всех историй я бы больше всего хотел услышать от мамы именно эту. Вот. Смотри. Ну, нам осталось не так много. Давай, наверное, на этом мы с тобой на сегодня закончим. Естественно, пиши мне в комментариях, как тебе игра, как тебе сюжет, как... Ну, вот... Я не знаю. Меня игра пока зацепила, и она действительно... Ну, правда, мне нравится. Она действительно прикольная, она действительно интересная. Как бы стоит в неё поиграть. Естественно, не забывай ставить пальцы вверх. Подписываться на канал, добавляться в группу ВК, добавляться в друзья, комментировать видео, шарить видео, приглашать друзей на канал и так далее, и так далее, и так далее. Ты всё знаешь, всё умеешь. Ты же лидер, ты же личность. Помни об этом всегда. На этом счастливо тебе и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok